Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прямоугольная и такая красивая действительно старая станция Привет, друзья, с вами снова я, Захарыч Вот, ну что, поговорим об искусственном интеллекте и монетарном фашизме? Договорились Добрый день, друзья, хотел поговорить с вами о таком чудовищном явлении, такой социальной мутации, как монетарный фашизм Вот он, Новый Арбат, посмотрите, такой фасадик советской постройки дома Кстати, они в этих домах собираются делать апартаменты, то есть без права прописки, жилые квартиры Представляете, трындец какой? Парковки нет, водопровода нет, дома для этого не предназначены, ну да ладно Что же такое монетарный фашизм, друзья? Монетарный денежный, финансовый фашизм Хороша ли мелкая взятка гаишнику? Плохо, скажете вы Безусловно, отвечу я Но вы знаете, бывали моменты у каждого водителя почти, который иногда нарушал невольно правила Давал там на ручку, чуть-чуть копеечку, и инспектор добрый, и все хорошо, да? Вы знаете, что это? Это путь водолея Это, ребята, аналоговая жизнь Да, взятка это плохо Но когда люди могут найти ответ третий, кроме да или нет, а ответ милосердия, тогда все хорошо Хороши ли наличные деньги? Безусловно, ты ими владеешь Хороши ли цифровые деньги? Нет, они удобные, но это чудовищно, потому что деньги владеют тобой Вернее, твоими деньгами, ноликами и единичками владеет тот, кто владеет компьютером, понимаете? И все Только да и только нет Казалось бы, все хорошо, законы соблюдаются, все исправно платят штрафы, казна наполняется Налоги не платят, надавим, с кровью выжмем А в результате что? А в результате властители совершают совершенно бесчеловечные, чудовищные вещи Помните, как сказал Чубайс, что если умрет 30 миллионов, то пускай не вписались в рынок? Стих мой, послушайте на эту тему Не вписанные в рынок Заодно это я считаю лично господина Чубайса ярким представителем и двигателем системы монетарного фашизма Чудовищной, каббалистической, искусственно созданной фигни Которая создана здесь специально, чтобы замаскировать, что мы являемся колонией Мы захвачены и колонизированы Вот так Не нравится, получишь ответ двойку Нет Хорошо себя будешь вести, единичку И твои цифровые денежки увеличатся Идеальная форма рабства, не правда ли? Каббала Подумайте об этом, друзья И вы знаете, самое смешное, что окажется Что дать несколько сотен усталому, усатому инспектору хороший выход Странно, правда? Бывает, говорят, не мой день Вот я прям с полной ответственностью могу сказать Что не мой день, как будто бы прям какая-то на меня там атака психологическая была Или метафизическая И, кстати, вы знаете, я снимал ролик про психотронное оружие И хочу сказать, что оно действительно существует И действительно, и по-разному воздействует на разные психотипы людей У меня не очень частый вид человека Ну да ладно Не очень хорошее сейчас время еще у Халила Арсланова Заместителя командира генштаба Министерства обороны РФ Потому что он обвиняется в хищении в особо крупных размерах А неофициально речь идет о суммах более чем в 2 миллиарда рублей Что же делал Халил Арсланов? Он, короче, покупал китайскую технику, радиоэлектронику Всякие такие дела И менял ярлычки Что это типа сделано в России Вы представляете? Хищение Можно ли говорить о хищении? Или тут речь на самом деле идет о государственной измене? На мой взгляд, это серьезнейший подрыв военно-промышленного комплекса Чудовищная И это такая хорошая подспудная капелька В те 6,2 триллиона рублей Которые Ростех господина Чемизова должен Этот долг берет на себя государство Зашибись, да? Ну да ладно, еще пару слов об оружии Просто чтобы сложилась общая картина Потому что рассказать я хочу О будущем О будущем, скажем так О возможном будущем Ну, в общем, танк Армата Помните тот самый, который там дважды глох на параде? Танк хороший Очень хороший танк Это танк будущего Он просто сырой, недоработанный Его пустили раньше времени, чтобы пыль в глаза опустить Погнали на парад Вот, его надо доработать было бы И пустить в серию И это был бы меч-кладенец Но этого решено не делать Представляете? А такие вот Халила Арсланова Вместо этого наверняка будут Какий-нибудь китайский тип какой-то закупать С более плохим металлом С чудовищными технологиями и так далее Ну да ладно Я хочу сказать, что на самом деле Вот это переобувание на китайскую военную технику Идет очень быстро Я наблюдаю сейчас, как ездят по Москве По Подмосковью и так далее Грузовички с военными номерами Черные автобусы С черными номерами Военные И они китайского производства Блин Они добивают и нашу автомобильную военную промышленность Представляете? Ну а что, а с КамАЗом нельзя договориться, чтобы он делал? У нас предприятий что ли нет своих? Нет, надо душить Вот Китаю эти деньги нужнее получается Вот, ну да ладно А теперь посмотрим на картину шире, дорогие мои друзья На самом деле сейчас мир стоит на пороге Третьей мировой войны И я на самом деле хочу сказать, что я несколько поторопился с пессимистическими оценками деятельности нацлидера Потому что во внешней политике Перцу он там кое-где-то поднасыпал Вот, товарищ Те, к примеру Ой, Дональд Трамп, простите, к примеру Он, короче, он делает сейчас так, что сбудется пророчество По которому Турция в результате Третьей мировой войны рассыпется на составные части Потому что Турция сейчас будет изгнана из НАТО Готовится в Вашингтоне пакет законопроектов о санкциях против Турции И его Дональд Трамп подпишет с удовольствием Слава товарищу Те Вот, одновременно с этим скапливается Ну, в результате нескольких военных российско-китайских учений И невыведенной техники Она здесь, как бы, у нас Полагаю, полагаю, это догадки И, ну, а куда ей деваться? В безвоздушное пространство? В космос туда? Вот, дороговато запускать будет И весь этот ширпотреб Так выглядит, может, туда тоже и отправиться в итоге, да? Всякое, возможно Кто его знает, что в умах у этих нездоровых людей Потому что здоровые люди войны затевать не будут Вот В плане количества Китай, конечно, надежный союзник и так далее Это чудесно Вот И, ну, не знаю Но Турция сейчас находится в крайне невыгодном для себя положении И напрасно Эрдоган выкинул письмо Дональда Трампа С предупреждением не идти в Сирию И пошел все-таки на курдов войной Вот Такие вот дела завязываются Это прелюдия, друзья мои К Третьей мировой войне А теперь вторая часть Морализонского балета Российские ученые с помощью искусственного интеллекта Сумели вывести на экран свои мысли Вот, новость есть, все есть И это не первый уже раз Такое делалось в Австралии, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Японии Вот, хочу сказать, что это, ребята, часть методики психотронного воздействия на человека Мозг человека и мыслительный процесс изучены уже достаточно хорошо И теперь они вот могут манипулировать людьми путем излучения различных и так далее То, что российские ученые на голову прикрепляли датчики эти энцефалографические Ну, это от скудности нашей Нанотехнологии Чубайса Они в Сколково, а ученые в Фиголково Ну, в общем, как-то так, да Об этом я писал в своей книге «Облачный мир. Homo Futurus» Я писал об искусственном интеллекте И, к слову, я написал об искусственном интеллекте целый роман Вот Неопубликованный и неизданный еще роман И, ну, на мой взгляд, представляющий интерес И если кому-то будет интересно, пишите мне в почту в описании И я с вами поделюсь Я люблю, когда мои произведения читают люди И это научно-фантастический роман-драма Со счастливым концом Но таким необычным А, в принципе, так и будет в жизни необычно Я предсказал в книге «Homo Futurus» Что искусственный интеллект выйдет из-под контроля человека И станет самостоятельной величиной И людям придется договариваться с ним И у искусственного интеллекта даже появятся средства собственные и так далее И уже сейчас появляются люди-киборги Люди, чье сознание На самом деле большинство из нас уже обладают частично кибернетическим, алгоритметизированным сознанием Это все благодаря общению со смартфонами, компьютерами и мессенджерами Кстати, мессенджеры, вот это алгоритмичное общение Тебе сразу предлагается набор слов, понимаете? Да, да, последовательность слов по цепочке Это все довольно интересно Вот, и заставляет и людей начинать думать, мыслить иначе, понимаете? Потому что ты перестраиваешься на способ мышления машины Вот, и еще о чем я писал в своей книге «Homo Futurus» О времени Время, суть спираль Как и Вселенная, как и человек, как и все Это спираль И огромная темпоральная спираль движется себе и движется И иногда она раздваивается От нее отходят рукава И иногда рукава превалируют Иногда идет основной поток вверх, а рукава отваливаются И вот сейчас мы в месте великой развилки Временной развилки Либо сейчас действительно все пойдет по их психопатическому плану Начнется Третья мировая война И будет все просто «замечательно» в кавычках Либо будет другой путь, счастливый Гораздо более счастливый путь Если они образумятся Ибо сейчас мы на самом деле приходим к полному доминированию бинарной системы Что же такое бинарная система? Да или нет? Другого варианта не дано И знаете самое ужасное? Когда этот выбор да или нет Не в ваших руках Жить тебе или нет? Что ж, друзья На самом деле хочу вам сказать, что не все так пессимистично И вообще не пессимистично Не вешать нос гардемарины Вон товарищ Путин, как себя показал Вон там А товарищ Т как в Вашингтоне А как сейчас Эрдогана-то, а? А может это такая многоходовая месть Эрдогану за нашего пилота? Не знаю Играют они в свои игры девичьи, заигрались И действительно война Третья мировая, она практически на пороге И, ну вот, действия наших властей видятся мне безумными Хотя, если взглянуть на действия западных, восточных партнеров То я понимаю, что это просто хоровод безумия Но, знаете, видимо в мире дороже всего сейчас И есть та самая странная штука, которая называется адекватность Взвешенность Что ж, и хочу еще сказать, что, да Неверующие атеисты и агностики, зажмите уши Бог есть, и я молюсь Я вот встал, помолился И с меня как будто вот столб черный на мне висел отчаяние И все самые тяжелые моменты в жизни Как меня люди предавали Все мне вспоминалось, вспоминалось Потом бац, этот резко столб ушел Странно Вот, а я не знаю А может они меня облучают А может я просто психа эта дара в башке Кто его знает Ну да ладно, все это очень интересно Спасибо товарищу Халилу Арсланову из Министерства обороны Полагаю, что его коллеги там То-то столь же героические Патриоты истинные Вот, и вообще все это ужасно ВПК России гибнет Благодаря Дмитрию Рогозину И его чудесному управлению Гибнет, гибнет, гибнет Капитально просто гибнет И на Урал вагон заводят Инженеры вешаются И рабочая зарплата 20 тысяч рублей Работают 2-3 смены Разваливается все практически Здравоохранение, дикая нехватка кадров Предстоит сейчас огромный мор При всем при этом они прессуют людей Продолжают прессовать Идет дикое вымирание Ну то есть рождаемость у нас ниже смертности Вообще катастрофически И на Кавказе, да, люди все-таки продолжают рожать Несмотря на нищету Нищета там дикая А в русских семьях Один ребенок это праздник А что это как не определенного рода воздействие Посмотрите мой ролик про психотронное оружие И поверьте, оно воздействует на уровне ДНК На разные психотипы На разные этносы По-разному Доброго вечера, друзья В общем, если решите меня там поддержать Найдете данные в описании к этому ролику Я вас всех очень люблю Не будем вешать носы ни в коем случае И в следующий раз я вам обязательно расскажу Какой-нибудь вежливый анекдот Вот дворники района Арбат Пока Убирают павшую листву И на самом деле, казалось бы, ничего плохого Молодец, человек трудится И вот делает хорошее, доброе дело А доброе ли это дело, друзья? Смотрите, происходит ежегодное, полномерное Систематическое обеднение почвы Понимаете ли? Дело в том, что вот это листва Это удобрение А и во всем городе Старательно-старательно Обедняют, обедняют почву Зачем? Непонятно Дворник ни в чем не виноват Честный трудовой человек Новый Арбат Вхожу и думаю Хочу сказать, что На самом деле, выход Турции из НАТО Или изгнание Турции из НАТО Приведет к чрезвычайному ослаблению НАТО И Соединенных Штатов Америки Так что вот тут товарищ ТС играл Прям честь имею К пустой голове руку не прикладывают А она мне тем более дырявая Ну, поэтому ладно Я же Захарыч блаженный Но хочу сказать, что на самом деле Еще хуже придется Европе Турция играет очень важную роль в НАТО В НАТО, простите, и в НАТО Это единственная страна с мусульманским населением И членство в НАТО обязывало и Турцию Вести себя как-то получше, по сдержанней И одновременно придавало уверенности Европе И Америке Турция была надежным союзником Кроме одного раза, когда она напала на Кипр Ну что ж, а теперь Турция больше не будет членом НАТО Это ослабит и Турцию, и Европу, и США Слава товарищу ТС Позвольте себе одну очень важную ремарку Не надо считать, дорогие друзья Что мир полностью уже захвачен Но основная власть в мире одной группировкой Которую можно условно назвать Хаббат Любович Нет, это далеко не так, друзья И там несколько разных кланов И в США, и в Европе, и в Азии Которые сейчас начинают вот эту смертельную карусель Сейчас еще ее можно остановить Но нога уже занесена над порогом Ну, поживем, увидим, что будет Ну и все-таки хочу сказать, что в нашей власти изменить многое Для этого мы должны объединиться Мы здравомыслящие люди Руси должны объединиться Мы должны ходить на протестные акции Мы должны показывать власти, что мы не согласны с их курсом Нам не нужна война в умирающей стране Нам нужен покой, нам нужна социальная политика Оздоровления общества А сейчас мы живем в стране, у которой нет национальной идеи Руководство, которое, мягко говоря, совершает неадекватные поступки Да и вся жизнь здесь превращается неуклонно в монетарный фашизм А с жестким закручением гаек Как кто-то написал в комментариях Из общего режима нас неожиданно перевели в строгий Да, каждый день по улицам Москвы ездят сотни, сотни, сотен автозаков С мигалочками возят несчастных узников А знаете, что самое интересное, дорогие друзья? Зверский аппарат ГУЛАГа продолжает работать Все это, на самом деле, было действительно предсказано И у Нострадамуса, и Ванга говорила о падении Турции И ряд предсказателей действительно говорили о том, что Третья мировая война расколет Турцию Которая перед этим выйдет из НАТО Неосмотрительно поступает Турция, конечно, идя навстречу гибели Но понимаете ли, у Эрдогана, на самом деле, и нет другого выхода, кроме войны Он, ну вот тот, помните, неудавшийся военный переворот Когда российская разведка помогла Эрдогану спастись Вот, и сейчас, ну, фактически в стране диктатура в Турции И диктатуру невозможно держать ровно на одном уровне никогда Значит, начинается эскалация диктатуры, которая неизменно приводит к двум исходам Исход первый, крах диктатуры, это аксиома Исход второй, диктатура обязательно ввяжется в войну Пустит дикое количество крови, своих недовольных там оставит Оставшихся в живых, контуженных и отмороженных Медальками обвесит, пенсии даст, и они будут тихо сидеть Но, правда, с Турцией, боюсь, не будет столь благоприятный исход Несмотря на свою военную силу Турция имеет весьма сильную армию и флот Я полагаю, что, как говорит мой подписчик и друг Кирилл Нестеренко Турция не выведет Не выведет Турция, точно Слава товарищу Те Молодец он Он изгонит Турцию из НАТО И Эрдоган, молодец, слушайте, как все складывается На самом деле, действительно, вот эти предсказания сбываются Но хочу вам сказать, что мы действительно сейчас в темпоральной развилке И у нас есть право выбора Если... Ну, это действительно кажется невозможным, невероятным, бредом и чудом Но это возможно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!